Вот скажи мне, американец, в чём сила? Разве в деньгах? Вот и брат говорит, что в деньгах. У тебя много денег, и чего? Я вот думаю, что сила в правде. У кого правде, тот и свидетель. Давай, пошли. Здорово, бандиты. Соломали кукки, баски, баски. Спасибо вам большое. Спасибо вам большое. Спасибо, спасибо. Скажи мне, Ахмад Сила. Ебать. Ебать, ты кто? А ты кто? Ебать. Начал с голосом, братик, братик, братик. Нормально. Ой. Что это, брат, что это было? Это аут. Что это, блять, было? Нахуй он меня убил, я не понял. Они ещё, видимо, не в курсе, что это за пропы, и что они за собой могут повести. Ну, думаю, намёк я. Вроде бы до хера бандитов, а где-то оно очень тухло. Прям пиздец как-то. Не, ну на военке весело это понятно. Пупс хочет покончить жизнь, самоубийство, крыша пятиэтажки. Дурак. Почему всем должно быть не похуй на какого-то пупса, я не понимаю. Нахуй ты это, блять, делаешь? Кто тебя просит трогать, сука, камеру? Иди просто нахуй своей дорогой и не трогай ничего, что мне принадлежит, и всё. Ебать, потише. Потише, блатняк. Не понял. К стене, встаньте лицом. А, тут, блять, серьёзно? Стой, так рано. А чё за пиздец? Здрасте, встаньте, пожалуйста, лицом к стене. Здрасте, пошили вы нахуй. Раз. Два. Ебло. Шо ты там, насиделся? А чё сделал? Ух. А он просто не послушался, я хотел его просто обыскать, в итоге вышло так, что он убежал от меня и начал отстреливаться. Фир РП. Не, ну ничего нового. 1,9. 5. 10 минут. А шо тут происходит? Ну, добрый день. Встаньте, пожалуйста, вон туда наверх поднимитесь. На перрон. Всё, подожди, подожди, подожди. Ёбаный, ну что ещё это? В этом кадре бомж нарушил намеренно правила ФРРП. Он вроде бы должен был в страхе обосраться и убежать. Но он находит себе каплю смелости, чтобы подойти и поговорить с убийцей, позадавать ему несколько вопросов, а потом только пойти по своим делам. Немного потом я всё же узнаю, что этот бомж собирал на меня всё это время компромат, записывал демку, показывал типа мои нарушения, хотя нарушал в этот же момент сам. И он всё же подал на меня жалобу. Да, ему разрешили, как он говорит, душить игроков, заваливать их тучей жалоб и претензий, чтобы их банили. Я всегда за то, чтобы наказать какого-нибудь нарушителя, но я несколько не одобряю тот подход, которыми пользуются вот такие вот как он. Собирать компромат на одного единственного человека, чтобы просто вышить его с сервака. Но это попахивает какой-то личной неприязнью, наверное. Ай, сука, да что это за... Прости, но ты по свидетелям. Стой, подожди, стой, стой, ты не надо. А ведь я панон РП говорю, что у него рецидив. Генерирует правила РП. Чё? Я у него рисую. Пиздец. У меня вопрос есть насчёт постройки у тебя на улице. Возле дома твоего. Наркобарон, на тебя жалобы, я могу тебя забрать? Да. Не, бля. Мужик, который в этом домике живёт, можешь выйти, у тебя постройка другая какая-то ещё к дому прилегает. Выди, глядь. Вы где? Вон, на улицу, выйди, выйди, выйди. Вот здесь, вот тут. Встаньте, пожалуйста, лицом сейчас к стене. По-другому я бы вас никак не вытащил. Мне нужно просто вас осмотреть. Зачем вам отмычка? Оказывается, 4 АВП. Стой, подожди. Зачем. 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 А, да? Это никак убрать не могу. Оно, ну... Ну, короче, его нельзя убрать из-за неотворяя его. Да, вот. Ну, из рук, из жопы, короче, убрать его не могу. Так, ну тогда вступай. Вступай, вступай, всё, всё, свободен. Окей. Ну, я понял, а как это убрать? Ээээ, точнее, я имею ввиду, как понять то, что оно такое вот... Оружие убери, оно сейчас на... Вперёх, оружие убери, оно сейчас на месте. 50. Я вопрос задал. Оружие убери, оно сейчас на месте. То есть вы понимаете, насколько это тупой и примитивнейший байт, который сейчас у вас на экранах. Он подходит, завязывает со мной диалог в лог-чате, потом переводит его в РП-чат голосовой. Голосовой — это априори РП-чат, а не нон-РП. И потом он говорит в этот РП-чат мне нон-РП-информацию. А именно, нарушения, какие-то там правил, сервака. Это нон-РП-информация и зачем о ней говорить конкретно в РП-диалоге. Настолько отсталого нарушителя правила НГ я ещё никогда не встречал. Ты с одной темы на другую перескакиваешь. Ты только что говорил про оружие. Это понятно то, что на него не нужна лицензия. А, точнее то, что она при обыске не находится. Мы будем кое-кде разговаривать. Что? Блядь, нахуй ты подошёл вообще тогда ко мне, если ты какую-то хуйню порешь? Ты со мной только что про оружие разговаривал. Чё тебе надо от помжа, ну чё? Алё, Хомк, привет, можешь? Да не, не могу. Пожалуйста, тут... А что, я? Давай, спасибо. Ублюдок ебучий, сука, какой-то подошёл, блядь, влазит в разговор, вкидывает Влад на инфу какую-то свою, я у него подхожу, интересуюсь, типа, а как понять это, донатное или нет? Как понять то, что это донатное, сука, оружие или не донатное? Там же не пишется. Мы же разговариваем конкретно уже в ННРП, мы не скачем из РП в ННРП, так что всё нормально. Он подходит, мне начинает сначала про оружие затирать, потом ещё про то, чтобы я своё оружие убрал, блядь, да какого хуя? Я челика проверял на стволы, вдруг он его достанет, убьёт меня в ответ. Что ты забыл? Подолжай, продолжай. А, ну так нормально? Нормально так? Да, да, да. Смотри, получается, он проходит, проходит вот в подземке. Подожди секунду, подожди секунду. Не знаю, что ты тут забыл? Он не на меня жалуется? Не знаю, подожди. Порт, а он ко мне тэпнулся. Нет, не на тебя жалуется. А он ко мне тэпнулся, он ко мне тэпнулся, он в админомоз зашёл. Уйди, пожалуйста, там не мешай жалобе. Так у меня на него и жалоба, у меня на него и жалоба. А, на него жалоба? Дай! А, хорошо, понял. Давай, рассказывай. А то что-то вы без меня проводите. Я совершал нашим ситуациям рассказывать. Кстати, у тебя ещё один адема 1.5. Прорушение своих полномочий. Смотри. Ага. Как-то я иду, иду, да. Он получает, я за ним следую, чтобы искать у него рецидив. Мне лично себе разрешил сливать игроков. Мне кажется, вот эта вот вся тема со сливом игроков, с разрешением на то, чтобы собирать на них компромат, тем самым выбивая кучу нарушений, чтобы чела просто сняли либо с админки, либо забанили к хуям собачьим, что разрешение на это даст только человек, который постоянно сидит на каких-то веществах. Иначе это, ну, не выгодно самому серваку. Ни один адекватный какой-нибудь член персонала какого-либо сервака по Dark RP не даст добровольное какое-то согласие на геноцид игроков этого сервака. Да, вот играешь, например, у тебя появилась какая-то претензия к игроку, ты подал на него жалобу, вы разобрались, возможно, он был виноват, возможно, виноват даже был ты. И всё, как бы, на этом расход. Но бегать днями, ночами, часами на каком-то серваке, собирать компромат на какого-то одного сука бедного игрока или же клан, который там, не дай бог, разросся до масштабов 10-15 человек, смысла для обывателя никакого не имеют. Да, конечно же, есть исключение. Это медика. Если ты медика, как я, к примеру, записываешь ролики, у тебя есть постоянные зрители, то, конечно, это будут смотреть. Запиши, смонтируй. Да, тебя будут смотреть. Ну сука, если ты вот такой вот человек, как он, у которого нету каких-то ресурсов для того, чтобы его смотрели, смысл это делать? Просто, в конце концов, всё сложится следующим образом. Ты бегаешь, считая, что ты крутой, и то, что ты знаешь правила, и из-за этого ты сливаешь игроков, но ты просто вызубрил правила. В какой-то момент ты принимаешь абсолютно рандомного игрока за свою будущую жертву, и тебе нужно срочно собрать на неё кучу компромата. Ты собираешь абсолютно все её шаги. Любой её пердёж ты собираешь себе на демку, чтобы это показать. В какой-то момент ты понимаешь, что челик, которого ты хотел слить, оказывается той самой медийкой, с которой ты брал пример. И вот здесь уже начинается КВН. Кто кого сливает, уже нужно снова думать. Смотри. Что дальше? Начинает он сайт моего лица, лицом с ней друга моего. Просто так, по сути, хотел проверить его на нелегал. Не знаю, за что там, за что хотел поставить его лицом с ней. Ну, то есть человек салон за спецназ, да, играл? Да. Он сейчас за спецназ играл. Он час был? Он час был? Нет. Это один-один первый. Второе бегает. Спецназ не имеет права без комчаса поставить кого-то в стене. Я ему тоже сказал. Я ему там сказал, да, я всё расскажу, не прививай. Смотри, второе. Бегает с оружием по городу. А, кстати, у меня демка есть. А потом он ещё одного человека оставил в самом стене. Это ещё один норп. Он там ещё одно проверял на нелегалу. Тот же комчаса не было. Два норп и один пятьдесят. А точнее 1.120 минут и ещё 15-40 минут. А он норп не стакается. Он норп стакается, он стакается. Он сейчас хом-то сервер унёс по стене норп стакается. Он сейчас даже ему подзвонил. Так. А чё за сэр бор вообще? Он такой. А чё я неправильно сделал-то? Хомк, норп стакается. Хомк, покушай, дай ещё, пожалуйста. У меня будут быстро тратиться. Ебать, он голодающий пиздец. Стой, стой, не надо, не надо, не надо. О, Хомк. Слушай, Хомк, 1.11 стакается или нет? Он уже сказал, да. Может меня кто-нибудь послушает вообще? Вы же на меня жалобу приняли, не? На тебя жалоба как раз. Ну так, предъявляйте, что такое. Ну, рассказывай. Что рассказывать? Ты мне предъявишь что-то, вот почему ты жалуешься? Или админ пусть мне её расскажет? Я вот, я уже админу сказала всё. Ну пусть мне админ тогда скажет. Я нихуя не понял. Ты одно за другим тараторишь. Перебираешь, что там что-то сракаться. Я сам не до конца понял. Я только понял про 1.50 то, что ты бегаешь по городу. Хомк, давай тебе лично покажем, смотри. Теперь помедленнее. Слушай, ты ещё 30 жалоб подаешь, чтобы ещё 300 админов принимала. Чё ты хуйнёй страдаешь? С одним админом разговариваешь? Почему меня перебивают? Да потому что, сука, ты всю жалобу разговариваешь. Я только сейчас начал говорить. Алло. Алло, иди поешь, голодающий. Пока я разговариваю. Голодающий, иди поешь, блядь. Тебе скинуть апельсинов? На, поешь, блядь. Давайте, пожалуйста, как-то фильтровать всю речь, как-то поадекватнее. Да он голодает, я ему покормил. Я папич. Короче, пацаны, шо он тебе напиздел? Напиздел. Я сам до конца не понял. Смотри. Блядь, да дай я поговорю. Слушай, ты уже ему объяснил так, что он нихуя не понял. Может мне всё-таки стоит рассказать? Не? Рассказать. Смотри. Да не дам я тебе нихуя сказать. Ты уже рассказывал свою версию. Ты будешь до конца жалобы до утра разговаривать или чё? Короче, я выпурил. Иду я своим другом главой бандита. Окей, хорошо. Под подземки. Я в тот момент подумал, он чё, блядь, будет до завтра рассказывать одну и ту же версию всем администраторам, которые есть на серваке. Если да, то ну его нахуй, я лучше реально пойду поиграю либо ливнусь с сервака. Попросили коротко просто предъявить какие-то претензии. Вот где я какое правило нарушил? Когда это было и за какую профессию это было нарушено? Нет, он сука начал опять 2-3 минутную историю рассказывать ещё одному администратору, перебивая меня, когда уже в принципе разговаривать очередь подходит моя, а не его. Далее. Он очень... Я записал помеху. Давай, попробуй. Я записал помеху, в конце жалобы у тебя уже будет помеха. Ты не даёшь мне нормально высказаться, ты всю жалобу разговариваешь. Алло. Так я ещё не закончу речь, меня попросили. Ты уже рассказал мипошке всё, что хотел. Нахуй ты ещё 300 админов зовёшь. Я нисколько не против их присутствия, но зачем ты будешь каждому админу хоть 300 раз говорить одно и то же. Хомк. Короче, он уже ему раз... Хомк, что я скажу? Бля. Это пизда просто. Он, ну, не пробиваем. Ничего страшного. Просто дайте мне рассказать, что я вообще делал от своего лица. Он будет просто до утра одно и то же ему солить. Он заебёт. В общем, я выкурил бандита одного, чтобы обыскать его, поскольку комендантские часы достаточно часто проводились, и я после них провожу проверку людей. Во время камчаса люди, скорее всего, прячут нелегал, и после камчаса в основном его начинают доставать и активно им пользоваться. Ну и в камчас тоже, конечно же. Вот я поэтому решил людей попроверять. Ничего такого. Я не рейдил, не вторгался в личную собственность. Я всё сделал достаточно аккуратно и вежливо. Попросил его выйти. Он вышел, попросил его стать лицом к стене. Он встал, он послушался, отыграл. Молодец. Я его обыскал, ничего не нашёл. Ну как, нашёл донатное. Он мне объяснил, что это донат. Я говорю, всё, проблем нету. Свободен, иди гуляй. Он пошёл к себе обратно домой. Тут подлетает он. Начинает мне что-то неразборчиво говорить в микрофон про 1.5, 1.50. Какую-то ещё хуйню втирать мне. А до этого, буквально секунды 2-3 назад он мне писал влог насчёт того, что донат оружия там, ну, не нужна на него лицель. Это в чате сохранилось. Так вот. Я смотрю, он мне что-то пишет про донат оружия. Поскольку у нас никакой РПшки не было, он, получается, разговаривает со мной в нон-РП грани, так скажем. Он рассказывает про правила и прочее. Думаю, ну, окей. Тут же он начинает говорить про то, что вот, уберите оружие, уберите оружие, уберите оружие, это 1.50. Он из нон-РП перескакивает в РП, чтобы мне сказать про оружие, и обратно скачет в нон-РП. И я нихуя не пойму в этот момент. Я только сейчас понял, когда он объяснял, что он от меня вообще хотел. А оружие я держал, получается, когда я человека обыскивал. И у него на демке видно было то, что я держал оружие в момент обыска и немного после обыска, и как раз я об этом сказал специально, что вот, поскольку я чела уже обыскал, мне нечего сейчас опасаться, он уже ушел, можно уже, в принципе, оружие опустить. Вполне себе нормальная причина, как бы, нихуя себе. Я чела проверяю на оружие, он может просто развернуться, достать оружие и стрельнуть по мне. Это, ну, не редкий случай достаточно на Амбрейле или на другом серваке. Чисто меры предосторожные. Вот из того, что я пересказал, что неправда. На тот момент я еще не вспомнил то, что он тоже был в подземке, и поэтому я еще не пересказал ту версию со своей стороны, что происходило в подземке. Да, ребят, немного меня все-таки подвела моя память в тот момент, но потом все быстро вернулось на круги своя, и я начал молотить, как пулемет. Это вы заметите. Из того, что я пересказал, что будет отличаться на твоей демке? А где именно? Это когда было? Это когда я его попросил, получается, вот туда на этот, на парапет подняться или как, на перрон? А, ну так там чел бегал уже, говорил то, что вот, у меня наркота, купите у меня наркоту, и он вместе с ним почти спускался, потом он отстал. Там чел на метаварщике, бежал вообще-то, и за ним ФБР, и за ними он как раз-таки. Почему это не повод его обыскать? Я еще раз спрашиваю, из того, что я пересказал и ответил тебе на твоей демке, что будет отличаться? Смешно то, что чел, который так дешево байтит, не знает про такой очевидный байт, который я сейчас выкинул. А именно, я задал контрольный вопрос, ответ на который давать в принципе даже не нужно, потому что в любом случае ты будешь в минусе. Ну, например, если он скажет, что в твоей версии есть какие-то недочеты, то это уже будет обман администрации, потому что у меня есть демка, которая подтверждает мои слова. Во-вторых, при его ответе «да» уже не придется смотреть его демку, потому что все, что я пересказал, он с этим согласится, и смысла тогда разбираться не будет. Ну и в-третьих, а это сегодня именно наш вариант, если он будет уходить от этого вопроса, то ему можно будет засчитать помеху разборкам, потому что это вопрос, который помогает разобраться в ситуации, а он от него сознательно уходит и не первый раз, как вы можете заметить. Ну типа, что конкретно будет выглядеть не так, как я объясняю? Я только что тебе причину объяснил, что ты хуйню несешь, или ты просто уклоняешься от ответа на вопрос, который я тебе задаю? Почему я на твои вопросы, какими бы они дебильными не были, я отвечаю на них? Ты как, будешь на мой вопрос отвечать, или ты будешь просто игнорить и пытаться все в свою сторону вытянуть, там пойти демку показать, на мои вопросы не отвечать? Ты просто игноришь меня уже какой раз сидишь? Сколько это будет продолжаться? Сколько это продолжаться будет? Потому что ты этого заслуживаешь, ты сам только что тут признался, что ты ходишь игроков сливаешь, ты до них доебываешься по всякой хуйне, как с тобой еще будет любой человек общаться адекватный? Я тебе вопрос задал, что из того, что я тебе ответил на твои вопросы, и объяснил свою версию, что будет отличаться на твоей демке? Объясни. В смысле, какая тебе разница? Ты на меня пожаловался, бля, какая мне разница? Если по-твоему мне нет никакой разницы, закрывай ЖБ и я пойду дальше играть, и не бей мне мозги своими жалобами. Что, какая мне разница? Ты на меня жалуешься, какая мне еще может быть разница? Мне что, надо просто стоять в углу где-то? Есть какой-то пункт за игнор и отказ от общения на жалобе? Я задаю уточняющий достаточно вопрос, он на него не хочет отвечать. 1.38. Ну, у тебя уже неадекватно на протяжении минут пяти. Нравится, нет? У тебя же микрофон есть, у микрофона явно будет легче что-то рассказать. Да это быстрее, он просто время тянет, понимаешь? Время же. Он время тянет. Уже 15 минут жалобы идет. Давай ты просто будешь микрофон говорить с чем не согласен, хорошо? Ну вот смотрите, я вам объяснил ситуацию. У него демка, говорит, есть. Что из того, что я объяснил и рассказал, не будет совпадать с его демкой? В общем, не согласен, смотри, я изначально ему все сказал. Ну, сказал то, что получается, в подземке он поставил голубандит на лицом сне. Мне интересно, за что. Ну, он уже объяснил причину, но правило, просто прописано, что не можешь без причины. То есть, ФБрис только может стать лицом сне и проверять на нелегал. Он говорит другое. Ну, ты говоришь другое вообще. Я говорю конку то, что он в подземке, в смысле у меня 1.30. Я тебе кажется объяснил, почему он начал его обыскивать. А, у него? Ну, он хотел поставить его лицом сне. Он говорит, Станин, молодой дочь, можете сюда запрыгнуть и стать лицом сне. Тот начал отстреливаться. Ну, конечно, у них началась там перестрелка. Так, и что тебя не устроило в этот момент? То, что ты хотел поставить его лицом сне. Ага. Где? За что? За что? Я же объяснил. Спускались в подземку на метаварщик или какой-то наркобарон. ФБР за ним. И за ними еще этот чел недреко бежал. Я тебе так скажу, никого я не видел, никого я не видел. Я все это время за ним шел. А я видел. А я видел. Их... А я видел. Ужасно раз... Супер ужасно разговаривает. Мне этот разговор не устраивает. Ну, заплачь, блять, тогда. Раз тебя не устраивает. Ммм, сто раз. Или поешь уже, возьми, ебовую. Ты поел? Чё, я объяснил тебе, почему я его начал обыскать. Хочу в подземку привезти, чтоб ты сам все увидел. Я уже объяснил, почему я его решил обыскать. Аааа... У них... Проверка на нелегал даже не началась. Просто чел начал отстреливаться. И все. Он не успел ничего сделать. Он достал оружие, поднялся и начал ебашить, помню. А я хочу задать вопрос. Какой там наркобарон был? Кому ты сейчас чешешь? Ну, метаварщик, наркобарон. Какая в хуй разница? Они с ФБРом пробегали в тоннель. Это шла глава бандита. Тебе еще раз. Это шла глава бандита. Это никто не был. Ну, главу бандитов я к стене и хотел поставить. Чё ты хуйней страдаешь сейчас? Хонг, можешь я тебе про замку покажу? Про замку покажу и закончим это жалобой. Он типа на обман админа намекает или чё? Я ставил главу бандитов, но перед ними убегали, получается, ФБР и метаварщик. Чё он? Хуйню хуня. У меня к нему претензии. У меня только претензии к 1.1 на 1.50. Всё. Я ему все эти претензии рассказал. Ну, так тебе уже Хонг сказал насчёт 1.50 и у тебя тоже нарушение. У тебя ещё есть момент, где ты уже сходил с оружием. Есть личный момент. Могу тебе даже, я могу даже показать. Не сказать. А, не показать. А, пока смотри. Ты на фонтане стоял, какой-то чувак на лицо снялся. Ну, ты его арестовал. Потом ты ещё куда-то пошёл, ходил с оружием на поляне. На какой поляне? Было такое. Снизу. Поляна, зелёная зона. Да я чё помню, что ли, где я ходил, блять, и с оружием, или без. Возле фонтана, да, помню. А чё такое? Там неблагополучный район. Я там челика за оружие повязал. Чё проблема? Не 1.1, а это сам. 1.1 то, что... Подожди, стой. То, что пытался проверить на нелегал. Пытался поставить в самом сне. Кого? Где? Ну, проверки не было. Но пытался ведь поставить. Да вот, блять, про что вы говорите? Со мной кто-нибудь говорит? Нет? Какого хуя жалоба продолжается так, что со мной никто не общается? С этого момента на жалобе начинается какой-то кромешный пиздец. Но он, конечно, и до этого момента продолжался. Меня то слушали, то не слушали. Со мной то разговаривали, то не разговаривали. На мои вопросы так и не ответили, что в моей пересказанной версии может отличаться на его демке. Я посидел, подумал, какого хера я играю в хорошего, такого прилежного игрока, когда со мной вот рядом находится хуйло, самое настоящее, натуральное, которое я хуесошу, как только можно на своем серваке. А на чужих я этого не делаю, потому что, ну, мне за это сразу дадут бан. В какой-то момент память начала ко мне постепенно возвращаться, и я начал понемногу вспоминать досконально, что же происходило во всех этих ситуациях, к которым он имеет претензии. Почему это произошло? Ответ очень простой. Я бесцельно слоняюсь на серваках, я об этом уже говорил, в поисках каких-то ситуаций. И таких ситуаций у меня куча, с разными игроками. Я, ребят, знаете, ну не робот, я не могу всех и каждого запомнить, потому что на демке у меня мелькают постоянно разные люди. То разборка с одним, то рпшка с другим. Ну, вы поняли. А этому, сука, долборезу ведь намного проще, потому что, да, у него, конечно, демка, там тоже есть люди, но в основном она нацелена-то на одного человека, а именно на того, кого он хочет слить. Причём, сука, задача настолько была простейшая, что цель, которую он хотел слить сначала, была потеряна из-за того, что не понимала, что происходит. Сука, столько возможностей было уложить меня в бан за пять-десять минут, считанных с этими материалами. Даже если бы я улетел незаслуженно, цель бы его всё равно исполнилась. Он просто хотел кого-то забанить и слить. И даже при таких картах и возможностях, он, сука, сумел обосраться с подливой. Ну, это просто пиздец. Короче, ни слова больше. Просто смотрите на то, как я наглядно разгоняю свою память. Не-не-не. Нет, не буду прощать. А, кстати, у него не только 1.18. Подожди, у него не только 1.18. Если он так не хочет прощать, то подожди. Хе. Окей. Окей. 1.1.7. Запрещено во время РП ситуации переводить диалог на нон-РП. При нарушении выдается наказание в соответствии с правилом нон-РП. Значит, сидеть мы будем с тобой вдвоём. И ты, получается, ещё и мут получишь. За МГ. Прикол. А, кстати, слушай, у меня вопрос. А вот почему он за бомжа бегал за обычного бездомного, который шугается вообще по жизни от всего, а он спокойно ходит, наблюдает за вооружённым человеком, за перестрелкой, за прочим. А это... Успевает это всё как-то снять. Мне вот интересно, что это за прикол. Это бездомный под прикрытием каким-то? Костюм бездомного, а под ним суперсолдат или что? Что это за хуйня? Нет, он не лез в перестрелку, но, как минимум, он должен был понять, когда напряжение повышается, и надо было просто как бы культурно оттуда съебать. Ведь его могли бы, как свидетеля, к примеру, убить. Или же тоже как-то, не знаю, ну, задействовать в этом всём. Взять заложники, к примеру, бездомного. Его почему-то вообще ни одна из ситуаций не напугала. То, что один чел стоит со рукой, в другой ситуации челики стреляются. И прямо почти возле него. А он, понимаешь, он не убегал в ситуации с подземкой. Он просто стоял, снимал до тех пор, пока его не ёбнули, кажется, как свидетеля. Я не прав разве? У тебя ж там больше всего демка пишется. Конечно могли, он в непосредственной близости находился, Хомк. Он снимал это всё, у него демка есть. Зачем ты стоял, да? А зачем ты конкретно стоял, прятался? Уже не так точно показания даёшь? Зачем ты прятался? Зачем именно? Блять, ты не понял. Зачем? За каким предметом? Где конкретно ты стоял? У тебя же демка есть, ты можешь просто демку проверить, где ты стоял и ответишь на этот вопрос. Конечно. И почему ты снова в чат пишешь, если у тебя микрофон есть? Плюс он лазит за ментами, за всякими криминалами, чем, в принципе, бомж не занимается. Он ищет собак, он ищет мусорки, он в них роется. А он за бездомного, ну, страдает всякой хуйнёй. Он записывал видео, получается, челиков в подземке, как они ебашутся. Откуда у бездомного телефон? Или на что-то записывал? Подожди, а как ты прятался, если ты после того, как меня убили, я ещё не зареспался и оставил камеру смотреть? А что тебя убили-то, раз ты спрятался? Тебя нашли так быстро? То есть ты даже не подумал бежать в этот момент? А? Прости, но ты по свидетелям. Тебя не убивали? А в смысле, блять, давай простим и всё? То есть, когда я начал говорить по факту после тебя, ты сразу типа прости и всё? Не, чё это за хуйня? Не, нихуя так не пойдёт ты меня прощать, не хотел минут пять-десять назад. Чё это за пиздец? Я чё-то не понял? Микрофон включи поросёнок ёбаный. Микрофон включи поросёнок. Ну, блять, он грязный, он грязный, он грязный. Кто он ещё тогда? Не, нихуя, чё у него тогда выходит по тому, что я рассказываю? У тебя же демка есть, это же всё видно у тебя на демке. Ты ж так хотел её показать всё это время. Так, я об этом несколько раз говорил, если чё-то не совпадает, просто посмотри демку. Я в кучу раз у него, понимаешь, спрашивал, что из того, что я рассказал по своей версии, касаемо твоей претензии, не совпадает с твоей демкой. Он меня стоял, игнорил всё это время. Комк сказал то, что это тянет на неадекватное поведение. Три часа уже. Как только я начал просто голову прокручивать, вспоминать, что ещё было, он сразу вот... А давай простим друг друга. А чё это за хуйня такая? Не, не прикольно. Ты типа задушить так хотел, серьёзно? Саверов, давай ты не будешь сейчас тянуть время, тебе говорит, ты мне кого-то напоминаешь. Да у него неадекваты уже 300 раз, блядь, он мешает разборки проводить этим самым, из-за тормажа. То давай простим это друг другу всё, то кого-то напоминаешь. Это уже раза два точно у него неадекват. Это ж стакается, нет, как на НРП. Очень жаль. Там три часа даётся и всё. Нет, я просто тоже начал говорить. Там в начале предупреждение даётся, потом уже бан. Нет, я не тяну, я просто достаточно себя снисходительно вёл, пока ты вкидывал постоянно какую-то хуйню раз за разом и игнорил мои вопросы. Я чё-то заебался уже ся так. Я просто решил повспоминать, чё ещё было. Ты ж там ходил, следил, демки писал. А мне, как оказывается, демка не нужна, чтоб тебя на жопу посадить. По правилам, что у меня у него выходит. Он затягивает разборку, он игнорил меня при тебе. У него нон-РП, потому что он скачет в диалоге из нон-РП в РП. У него метагейминг. У него также сейчас получается какой-никакой дефир РП. Потому что как только я начал про это говорить, он начал говорить про давай про стим. Значит он понимает, что он сделал какую-то хуйню. А, нет, так и было. У меня демка тоже есть, кстати. Я всю разборку не говорил, но она у меня тоже есть. Не, она пишется. Ну, слушай, он разные фразы отрывисто говорил. То он со мной в лооке говорит, то он говорит убрать оружие. Потом он мне берет, вкидывает следом про то, что это 1,50. Да не было это в одной фразе. Как такового диалога не было. Он просто подошел в рандомную, не относящуюся к нему ситуацию, начал писать в лоок. Потом он подходит ко мне, начинает voice мне говорить про то, чтобы я убрал оружие. Говорит, уберите оружие. Он обращается ко мне на вы. Ну, в рп это уместно достаточно. В рп это достаточно уместно. Обращаться на вы. Сейчас же он ко мне на вы не обращается. Нет, если ты это себе, в чат не обязательно писать. Постер он тебе сейчас предлагает деньги просто дать, чтобы вы разошлись и все. Нет, нет. Я просто... Ну, сейчас мы просто ролями поменялись. Я теперь тоже не хочу его упрощать. Почему? Зачем? Может ты мне еще отсосать предложишь? Я не знаю. Минут через пять, кто знает. Поэтому принимать предложение не буду. А тебе его реакции как, ну, не хватает? Как он после этого начал реагировать? Как только начал детали упоминать? Мне кажется, и без демок все ясно. То, что я, например, нарушил 1.5, ну, окей, хорошо, выдавайте. Но он тоже, видимо, что-то нарушил. Раз он так теперь хочет замять разборку все. А то, что он тянул время, не отвечал на вопросы, игнорил меня. Хотя у него было предупреждение. И он опять начал это делать. Сейчас вот он на дурака играет, потому что он слышал все, что я объясняю, рассказываю. И типа он не понял, где тут 1.1. То, что у меня 1.50, окей, выдавайте. Но у него тут и без демок уже вот эти нарушения есть. Че он тогда, по-твоему, просит закрыть жалобу? Эту жалобу мы разбираем уже почти 40 минут. Хомк, бань, мне уже похуй. Ну че, доволен, как побегал по разрешению, послевал игроков. Но он уже попросил забанить его. Не, на защите всех слитых тобой игроков. Хотя, уверен, их и так не очень уж много. Я, получается, эту жалобу закрываю. Хомк, разберешься дальше? Я пойду другие жалобы разбираю, окей? Ой. Ну че там, он признал. Я тоже, вон, признал. Выдавайте ему. Потом мне уже. Хорошо. Мне разрешили, блядь, ходить, сливать людей по разрешению какого-то админа, блядь. Ну че, попался, долбоеб? Типа, мне начали просто прописать мод 10 минут, потом банить уже или как? Да, блядь, как хочешь уже, да просто забани вон нахуй, уничтожить. Окей. Ого. Без микро меня услышал, ни хера себе. Думал, я вот перед отъездом набираю этот материал, мне на следующий день вот в обед уезжать. Я думаю, ну зайду поиграю, просто по приколу че-нибудь опять поищу. Я был уверен, что я ничего не найду на сегодня. Час ночи. Так же он долго ему выписывает наказание, как будто не хочется. Сосать. Сосать. Админа, у тебя разбарки прошли? Просто сосать. Да, прошли. ПОИДЕУЕТ, ПОИДЕУЕТ, ПОИДЕУЕТ! ПОИДЕУЕТ! ПОИДЕУЕТ $84. НАПРЯЖЕННЫЕ ПОИДЕУЕТ, ОМ ziem 아래? ПОИДЕУЕТ, ПОИДЕУЕТ! По途у мы phải им, извиняясь. ПоисPor. ПоисПạющее. Поистории! ПОИDE. ОМ himoscope. ПОИДЕСЕКЛЕЙТЕОりますзр tam kommer сцепëр caligen. Презенци moyen. Субтитры создавал DimaTorzok